Здравствуйте! Это мы, а это наш дом. Здесь мы кричим, радуемся, плачем, встречаемся, ссоримся и сразу миримся, ночуем, монтируем, снимаем, в общем, работаем. А имя этому дому – авторское телевидение. И вот каждый год в конце июня мы с коллегами… Да нет, нет, не в баню ходим, мы празднуем день рождения программы, без которой наше авторское телевидение было бы не телевидением и не авторским. Это программа «Времечко». Пришли сегодня все, и те, кого мы ежедневно встречаем в коридорах АТВ, и те, кто покинув когда-то это здание, ежегодно приходят сюда, чтобы сказать «Я люблю Времечко». И это несмотря на все обиды и разногласия. В этом году нам 10 лет. Но пока молоды мы, молода будет и наша программа. А это значит, что, как и всегда, будут гости, цветы, поцелуи, волнение, радость встреч, хохот и поздравления тех, без кого «Времечко» было бы немыслимо – наших телезрителей. Сейчас все идут в студию, не подозревая, что там, наверху, наших именитых гостей ждет сюрприз. Им придется на время, ну, хоть на несколько секунд, забыть о том, что они известны политики и актеры, выйти к знаменитым времечковским столам с телефонами и произнести коронную фразу «Здравствуйте, в эфире «Времечко». Ну что ж, посмотрим, как они справятся с ролью ведущих. Итак, начнем. Добрый вечер, в эфире «Времечко». Я впервые за 10 лет существования этой программы произношу эту фразу под аплодисменты такого количества людей. И это происходит потому, что сегодня у нас десятилетие. Сегодня мы собрали всех, кто когда-то, ну, всех, кто смог прийти, кто когда-то работал в программе «Времечко», а это более 300 человек. Сегодня мы пригласили сюда наших друзей, тех, без кого десятилетие программы «Времечко» было бы невозможно. Мало того, многие даже не знают, какую роль они в этом сыграли. Сегодня все ведущие программы «Времечко» – Надя Губина, Тарас Островский, Максим Василенко, Дмитрий Быков, естественно, будут здесь у нас участвовать. Ну, а сейчас я хочу представить вам, с моей точки зрения, самого умного, самого замечательного человека, которого вы никогда не видите, но чей голос, и, с моей точки зрения, очень сексуальный голос, вы все время слышите. Это писатель-сатирик. Это главный человек по информации в нашей компании Борис Гуреев. «Добрый вечер! В эфире «Времечко»!» Первый, наверное, в последний раз произношу эти слова, потому что за кадром чувствую себя гораздо комфортнее. Поэтому ухожу, оставляю это место пустым, ну, а голос мой остается. «Чтобы узнать, что будет, надо к тому, что есть, прибавить то, что было». «Времечко, Времечко, Времечко, Времечко!» «Уже два года, каждое утро мы приходим сюда, в здание авторского телевидения, чтобы отправиться на съемку». «Времечко!» «Я здесь!» «Дай костерку мне скажу!» «Ничего тут нет!» «Ничего тут нет!» «Нет, есть!» «Ничего тут нет!» «Центрик» «Друг женщины, черепно-мозговой травмой». «А где нам наружно?» «Ну что, едем в годники и заодно искупаемся?» «Володина, где Лисовский?» «Горячий репортаж!» «А что ты будешь снимать?» «Инвалиды?» «Хорошо!» «Значит, выезд из Останкина в три часа!» Спасибо. Союз. Меча и Орала. Шучу. Нет, вот это не надо, вот это точно не надо. Нашу предыдущую дарить. А ты битракам прокодировала? Пятечка, сюда напиши. Пятечка, напиши. Пятечка. История кинулась. Нет, она громкая, давайте пройдем. Готов калечить сюжет. Давай, будь ленчиком. Алё, ну, подержи звоночек для своего обзора. Мотор пошел, ровно. Вот такими мы были 8 лет назад. Впрочем, такие мы и сейчас. Сейчас я хочу попросить выйти сюда нашим третьим ведущим. Человека, который вообще-то не ведущий. Очень не любит, когда о нем так говорят. Потому что это наш президент. Человек, который сделал, сделал времечко, сделал его дом. Вот тот дом, в котором мы находимся. Это президент АТВ Анатолий Малкин. Анатолий Григорьевич, прошу вас. Я вот хочу все-таки понять. Кто впервые произнес времечко? Слово времечко, ну, я думаю, что произнес я. Дебров сказал по-другому. Нет новоженого, новоженов говорит по-третьему. Мы сидели, по-моему, в пятером или в шестером, выпивали очень серьезно в останки на 11 этаже. И думали, что бы нам сделать такое, чтобы было не похоже на программу «Время». И оно, видно, так родилось. Если не «Время», то что? «Времечко». Мы сидели трезвые, как стеклышко. В восхитительном кабинете Анатолия Григорьевича на 11 этаже. Но я один был пьяный. Пусть у каждого будет своя версия. Я твердо знаю. Если в разговоре участвуют трое или четверо, или пятеро, если кто-нибудь один что-нибудь сказал, но догадка обязательно распределяется на всех троих, поскольку это энергетический бульон. «Времечко» – это наука любви и революции. А потом нам Ельцин сделал рекламу. Есть такая программа «Времечко», да? «Времечко». Кто ее придумал, не знаю. Но, в общем-то, ситуация такая. Каждый может позвонить, и его слышно, и сказать. Может быть, Хазбулатов позвонил, действительно. Еще одна попытка. Алло. Янатолич, смотрите, три же канала, да, пережила «Времечко»? Да, начиналось с четвертого, который сменил потом на канал НТВ замечательный. Вот здесь кто-нибудь из НТВ есть? Кроме… Искандер, Хакин. Искандер, да. Хотел прийти Земский, но, видно, его пока нет. Ну, Искандер, значит, ты как человек с НТВ скажи хоть что-то про то, как «Времечко» выходило на НТВ. Дело в том, что когда «Времечко» выходило на НТВ, я там не выходил. Хорошо, Искандер, давай так вопрос поставлю. А вот как ты считаешь, «Времечко» НТВ теряет или приобретает? Вы понимаете, какая штука? Есть таймслот. Здесь люди телевизионные, все меня прекрасно поймут. Этот таймслот должен быть занят, а, домохозяйками, б, япи, в, теми людьми, которые делают все возможное, чтобы понять программу Гордона, предположим. И должен быть какой-то универсальный продукт, который в данном случае будет отвечать и будет, ну, как вам сказать, соответствовать вкусам всех тех, кого я только что назвал. И этот продукт в данном случае абсолютно идеально вписывается в концепцию «Времечко», которая сейчас выходит на канале ТВЦ. Спасибо. А сейчас самое время все-таки поговорить, почему сегодня программа «Времечко» так и двору каналу ТВ-Центр. Я хочу позвать сюда к нам президента канала ТВ-Центра Олега Максимовича Папцова. Олег Максимович, прошу вас, давайте сыграем во «Времечко». Я хочу сказать про Олега Максимовича, что он в свое время запустил очень много программ, которые сделали сегодня отечественные телевидения, в том числе «Вести» и так далее. Их можно перечислять долго. Почему вы до сих пор терпите программу «Времечко» на своем канале? Я начну в вашем стиле. Здравствуйте. В эфире программа «Времечко». Сегодня вы узнаете, что у ТВЦ есть свой праздник, потому что ТВЦ на сегодняшний день единственная команда, которая имеет свое «Времечко». И это уже много. А теперь по существу. Когда мы полагаем, что телеэкран – это не только коррида политтехнологов и депутатов, а когда телеэкран – это уютное место, где очень хорошо себя чувствует человек, идущий по улице. И самое главное – не тот, который едет в джипе, а тот, который сейчас, через две минуты, сядет в троллейбус. Да будет славно «Времечко», да будет оно существовать вечно. И тогда мы скажем «Эх, Времечко, куда ты котишься? Ура!» Хорошую мысль не жалко и по миру пустить. «Времечко, Времечко, 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 Времечко». Мне хочется пригласить вот на это место, рядом с нами, председателя Московской городской думы, Владимира Михайловича Платонова, который сегодня с нами и у нас в гостях. Кстати, я хочу сказать очень важный факт. Дело в том, что Владимир Михайлович вовсе не дебютант в программах авторского телевидения. Он совершенно блестяще провел программу «Детектив шоу», участвовал в ней, мы это все видели. И поэтому очень сегодня хочется, чтобы вы у нас дебютировали как ведущий программы «Времечко». Я не провел, я участвовал. Участвовал. Я провожу заседание в городской думе, этим можно ограничиться. А это сильно отличается от «Времечко», скажите. Там веселее. Я благодарен, благодарю вашу передачу, ваш коллектив, ваши мозги, ваш сексуальный голос, который вам так нравится. За то, что вы делаете для москвичей. Так как мы на празднике и сегодня день рождения, я, конечно, принес подарок. Это подарок, герб города Москвы, святой Георгий. Я хочу напомнить, что это символ борьбы добра со злом. Вот я желаю вам бороться со злом. И я желаю, чтобы вам давали больше времени в эфире. Я думаю, что в том бюджете, который мы утверждаем для ТВЦ, найдется побольше денег. Вот это подарок. Для «Времечко». Спасибо вам. Вот еще, Владимир Михайлович, у нас десятилетие «Времечко» тоже подарок. Мы всем будем раздавать подарки такие, десятилетие «Времечко». Я думаю, что это займет достойное место на вашем столе. Ну, так как все помнят, что у нас сегодня день рождения, естественно, в день рождения подается праздничный пирог. Но обычно он подается в конце, мы решили подать его в начале. Дело в том, что таких пирогов было восемь. Мы их пекли собственными руками. И давайте с вами посмотрим, как же это было. Сначала нужно отовсюду собрать материал. Потом поднять проблему. И обязательно добавить оптимизма. Доцитить полезной информацией. И, конечно, как вы понимаете, в каждом сюжете должна быть изюминка. Засекаем венечко. Засекаем венечко. У нас буквально на несколько минут нам заехал известный артист, которого все вы знаете. Это Леонид Ермольник. Леонид Исакович, если вы здесь, пожалуйста, можно вас попросить вот сюда подойти? Я что хотел спросить. Вот смотрите, вы когда, вот была программа «Вокруг смеха», всеми любимая, да? Ну, был такой период, она вдруг стала затухать. Вы показали там цыпленка табака, сразу рейтинг. Да, вот я чувствую, что вы такой человек эксклюзивный, когда придете куда-то, что-то покажете и сразу рейтинг. Нам 10 лет, нам тоже нужно рейтинг поднимать. Конечно, всех поздравляю. У меня нет ощущения, что времечко было или не было. У меня такое ощущение, что оно всегда было. Потому что я путаю людей, которые я знаю в лицо, потому что видел во времечке. Такое ощущение, что все там работали, несмотря на то, что здесь много гостей. Я себе не мыслю. Это программа, у которой есть свое лицо, она не похожа ни на одну. Вообще в творческом деле важно не быть похожим на кого-то еще. Вот эта программа этого достигла, и поэтому ее любят, и поэтому она народная. Я, поскольку у гостей много, я покажу одну штуку, это будет короче. Это анекдот на самом деле пластический, это не мое изобретение, сразу предупреждаю. Здоровенный такой американский орел, он красивее всегда, чем наш. Да, он крупнее, цветнее. И он такой здоровый, и он летит в каньоне. Каньон огромный, он так и летит. И сам от себя в кайфе, он смотрит на крылья. Вот он летит, каньон сужается, а он внутри каньона. Он летит и как-то немножко... Вот и все, что я хотел. Я хотел бы, чтобы этот каньон никогда не сужался, потому что та дорога, которая ведет эту программу к зрителям, она настолько широка, настолько любима, настолько известна. Спасибо вам, я вас поздравляю. Надеюсь, что в следующий раз мы, наверное, встретимся на 20-летие, потому что это как раз та программа, беспокоиться за жизнестойкость которой не стоит. Спасибо, Леонид Ермольник. Спасибо. Здравствуйте. Вот наша программа хочет вам предложить такую услугу, причем абсолютно бесплатно. Значит, вот вы сейчас можете отправить самой себе послание, видео послание в 21 век. Верочка, позади три года. Ну, может быть, они были легкие, может быть, тяжелые, но, тем не менее, можно подвести какой-то итог. Значит, дети закончили школу, учатся в институте. До внуков, я думаю, еще далеко. Ну, года два еще, наверное, осталось. Ну, вот, сидишь ты, Серега, сейчас на диване, там, может, чай попиваешь, и как раз в это время, может, стал генералом-полковником. Вот смотришь сейчас на себя, курсант, стал генералом. Саша, 2001. Я надеюсь, ты сейчас учишься в институте и живешь нормально. Тебе 16 лет. Ты не дышишь клемм, не занимаешься всякими такими делами. Привет, Люба, 2001. Сейчас ты закончила школу, и я надеюсь, что, когда ты будешь выбирать свою профессию, ты поступишь в Федеральную службу безопасности. Александрова, тебе уже тридцатник. Ты должна чего-то в жизни достигнуть. Обязательно стать фотомоделью, как ты того и желала. Станешь ей? Конечно, станешь обязательно, потому что у тебя есть стремление, есть уверенность в себе. И вообще много всего разного. Дорогой мой Слава, ты иногда будешь смотреть на ту могилу, на том кладбище, где будет лежать твоя плоть, то бишь сегодняшняя церковь твоей души. И где-то тебе будет жалко, что вы более никогда не соединились в вечности, ибо ты вечен, как душа, а плоть временна. Поздравляю тебя с тем, что ты вообще дожил. На самом деле мы долго вспоминали, какая взаимосвязь между программой «Времечка» и Сергеем Юрским. Дело в том, что когда «Ночной полет» еще выходил в рамках «Времечка», вы уже тогда были гостем «Ночного полета». Кроме того, мы вас неоднократно поздравляли телемостом с днем рождения. Вы помните? Это правда, да. Сергеевич, а чем вы? Лет 20 уже поздравляетесь с днем рождения. А теперь вы нас поздравляете. С удовольствием, но я настолько растерян. У меня первый день отпуска после тяжелейшего сезона, и в первый день говорят, приходите в гости. Я и пошел в гости, а тут такая цель. А тут нужно работать. Сезон продолжается. Я должен что-то сказать. Я, артист, буду говорить стихами. Лист с деревьев опадает, утки двинулись на юг. Если рейтинг упадает, значит имиджу каюк. Утка плещет в водоеме, в листьях лазит эскарго. Если рейтинг на подъеме, значит имидж ого-го. Из песни слова не выкинешь. А если выкинешь, то это будет уже другая песня. Римчик. Римчик. Итак, вот сейчас я хочу, чтобы мы послушали кусочек, маленький кусок фонограмм. Это песня, которая была написана 9 лет тому назад. И там было много разных людей. Вот если кто-то из зала узнает, чей это голос, можно дать эту фонограмму? И времечко твой маленький мирок, Где можешь все ты сделать, как желаешь. Итак, чей голос? Чей? Лещенко. Лещенко. Рейтингалом говорят. Путин. Путин. Да, это Лариса Долина, которая сегодня приветствует программу «Времечка». Аплодисменты. Дождинка. Малая на землю капнула, а мы не встретились, что было канула, что было не было, что было сгинула. Прошу за все простить меня, как тихо в комнате, как пусто в комнате, и вы лицо мое не сразу вспомните, потом забудете, совсем забудете. Прошу за все простить меня, желаю вам всегдашней радости в судьбе, желаю вам всего того, что вы желаете себе. Желаю вам одних счастливых дней в году, прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду. Над заревой землей дожди проносятся, на заревой земле тропинок множества, а мы не встретимся. Дождинка малая на землю капнула, и мы не встретились. Что было канула, что было не было, что было сгинула, прошу за все простить меня. Желаю вам всегдашней радости в судьбе, желаю вам всего того, что вы желаете себе. Желаю вам одних счастливых дней в году, прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду. Желаю вам одних счастливых дней в году, Желаю вам, желаю вам всего самого доброго и поздравляю. Спасибо. Я вспомнил вдруг, я на Надю сейчас посмотрел, вспомнил. 7 лет назад, она не скажет, она стесняется. Был такой с факультет журналистки МГУ, кстати, 90% работающих во времечко, это выпускники факультета журналистки МГУ. Так вот, высадился такой сексуальный десант 7 лет назад. В лице вот один из представителей этого десанта сейчас Надя Губина, а остальные все расползлись, разлетелись по каналам, по другим. Не знаю, насколько сексуальный, насколько десант. Ну да, действительно, мы пришли проходить практику после первого курса МГУ. Пришла я, пришла Таня Забабахина, Таня Петрова, ныне и Яна Чурикова. Яна Чурикова, прошу, на сцену. Я помню, значит, такую сцену Яну Чурикова, она совершенно ничего не боялась никогда. Мне звонил в то время начальник московского ГАИ, не помню его фамилию, он говорил, слушай, вот Чурикова, вот ты ее по ней пришли, ты мне пришли. Она у меня интервью хорошо очень брала. Ты помнишь, да, эту историю? Кажется, Федоров? Нет, Архипкин, по-моему. Архипов. Да, Архипов, да. Надо же. А теперь Империя Звезд, да, как называется программа? Вот теперь вы ошиблись. А как называется? Ну, как она называется? Фабрика. Фабрика Звезд, да-да-да. Программа называется Фабрика Звезд, вы знаете, на этом месте мне немножко непривычно сидеть. Времечко – это то самое место, вот в слове «место» суффиксов недопустимо никаких употреблять, где нас всему научили. А вот вы из нашей программы никогда, наверное, уже не узнаете, что я хочу представить вам педагогов первой, единственной и главной фабрики звезд отечественной журналистики. Борис Анатольевич Гуреев, педагог по литературному редактированию. Игорь Васильков, мой личный педагог по отечественной и зарубежной журналистике. Директор фабрики Анатолий Малкин и всеобщая мама Кира Александровна Прошутинская. А теперь я расскажу, как это было, по крайней мере в моем случае. Мы все тогда пришли на программу Владимира Познера, тогда она называлась «Мы». И вот тогда мы говорили там о политике. Спасибо, Кира Александровна, за то, что вы тогда нас заметили, благословили. Спасибо за то, что времечко было, есть и будет в моей жизни. Я люблю вас. Спасибо за то, что вы сделали меня такой. Спасибо, Ян. Ну не уходи пока, подожди. На самом деле, поскольку мы тебя все время видим в передаче, где все поют, может, споешь что-нибудь сама, Айен? Круто ты попал в ВТВ, ты звезда, ты звезда, давай, народ, удиви, кажется. Отлично. Яна Чурикова, аплодисменты. Королю вальса Иоганну Штраусу посвящается. Раз, два, три. Раз, два, три. Умцадца, умцадца, умцадца. Умцадца, умцадца. Умцадца, умцадца. У бедной старушки сломался бочок. Ребенок поймал свою маму в сачок. Закрылась газета, накрылась работа. В подъезде накакал на лестнице кто-то. Запутался пьяный в сети проводов. Супруг убежал, не оставив следов. В семье ветерана потрескалась ванна. Пропала собака. Нашлась игуана. Украли у школьника новый пенал. Команда России не вышла в финал. Не выдали денег. Заехали в рыло. Обрушилась крыша. Кота завалила. И тысячи баб, стариков и ребят со всем этим времечку дружно звонят. О, тысячи криков. Претензий и слухов. В наушниках быков. Набычился ухов. Молчит Василенко. Кричит Васильков, который устал посылать дураков. Ревет Казаченко, как медные трубы. Сурово надуты у губиной губы. Поплавская тратит лирический пыл. Островский шатается, хоть и не пил. И все для того, чтобы ночью глубокой у аудитории тысячи ока и возникло приятное чувство, что вот хоть кто-то поможет и кто-то поймет. Работать на времечке граждане трудно. Ругают нас много. А платят нам скудно. И каждую мелочь нам ставят на вид. А каждый начальник прижать норовит. И брезгует нами высокая мода. Ведь мы не для снобов. Ведь мы для народа. А ночью, когда засыпает народ, звонит генпродюсер. И громко молчит. Дмитрий Ивыков, аплодисменты. Вот какая история приключилась однажды на одном из эфиров нашей программы. Его готовила Наташа Казаченко. Она чуть позже выйдет, вы ее видите. Это был эфир посвященный, по-моему, медицине, насколько я помню. Раздается звонок вот здесь вот. Я подхожу, говорят, это Жириновский звонит. Я говорю, да ладно, много людей звонит, когда голосам подражают. Я говорю, ну какой Жириновский, что вы придумаете? Да это Жириновский звонит. Да ладно, что вы придумаете, какой-то человек. Я говорю, скажите однозначно. Однозначно, это не мое слово, брата, он сказал. Владимир Вольфович Жириновский. Единственный, кстати говоря, из политиков, который лично дозвонился. Я, кстати, Владимир Вольфович спросил, говорю, вы сами звонили? Или помощник? Говорит, что я сам, у меня такой, говорит, телефон с автодозвоном, говорит, поставил и дозвонился, говорит, я все время вас смотрю. Нет, это правда были вы? Владимир Вольфович, вы смотрите. Можно я начну сперва? Что здесь делает Хазанов? Я задам вам. Хазанов, что здесь делает? Я его не люблю с августа 91-го года. Куда вы геннаде? Он что? Вернитесь, Геннадий, сейчас прием, он попьет водички и все. Гена, вернитесь, дорогой. Возвращайтесь, пожалуйста. Это же от любви от большой. Я просто, вы отбиваете хлеб, Геннадий Викторович, сейчас, в данный момент. Да, собственно, не только сейчас. Я хочу сказать вот что, Владимир Вольфович, смотрите, вот вы смотрите программу, что ей не хватает на ваш взгляд? Объясняю, сразу я не люблю. Во-первых, времечко, когда вышло, мне не понравилось. Я думал, какая-то издевка, вот так все остальное переживает, всем тяжело, они вдруг взяли, а потом привык. И сейчас приятно, и уже воспринимаю, как какой-то цикл, и не вклиниваюсь в то, что это обозначает другое значение времени и так далее. Не хватает, вот, переименовать. Я вам желаю к 2017 году, когда вы будете праздновать там уже, через 10 лет, к 2013 году, вот, столетие расцвета Российской империи, вот, переименовать его и назвать не времечко, а времяще. Спасибо. Владимир Жириновский, аплодисменты. Спасибо вам. Хорошая передача. Спасибо. Долго, долго будет. А никогда не был ведущим Времич, Геннадий Викторович Хазанов. Геннадий Викторович, может быть, попробуйте вот как-то сейчас что-то провести такое вот здесь, за этим столом. Эксперимент. Мы никогда вас не видели за этим столом. Я с вашего разрешения сначала хотел бы получить подарок. Так, пожалуйста. Хорошо. А что, гадости будете говорить? Потом не дадим. Ну, все-таки так мне спокойнее. Вот, пожалуйста. Ну, вот, собственно. И все. И все, что я хотел сказать. Спасибо. Поскольку, скажу вам честно, претендовать на роль ведущего я не собираюсь. Я только признаюсь в вашей программе в любви. И скажу даже почему. В программе Времечко самые красивые ведущие на всем нашем телевидении. Девушек имеете в любви, естественно. Я вам честно скажу. Полюбил я вашу передачу, когда впервые на экране увидел Ольгу Грозную. Я. Ольга, встань, пожалуйста, Ольга. Вот сейчас сможете явить. Вот она такая же. Я смотрел и думал, ну, бывает же такое, а? И потом я искал разные поводы попасть на передачу. Потом думал, ну, как-то вроде неловко вроде говорить, почему я вот именно хочу прийти. И поэтому я всегда говорил, мне просто ваши передачи нравятся. Но в этих словах была абсолютная искренность. Я думаю, что у вашей передачи большое будущее. Оля, я закончил. Геннадий Хатанович. Ой, я хороший анекдот вспомнил к дню рождения. Правда, не к вашему. Во-первых, только на свой день рождения понимаешь, как много на свете ненужных вещей. Это не к водарку, нет, нет. Замечательная история. Тренер сборной России по футболу обращается к своей команде, которая должна выйти на поле, и говорит. Сегодня мой день рождения. И ваш сегодняшний выигрыш для меня будет самым большим подарком. На что капитан сборной сказал. Эх, как жалко, но вам уже галстук купили. Я вас очень люблю. Спасибо, Геннадий Хатанович. Спасибо. По медицинским данным, одна минута смеха продлевает жизнь человека на одну минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ай, не могу! На руке! Раз! Нет! Разрешите пожелать просто, чтобы действительно ваш телефон был всегда свободен, чтобы любой человечек, который хотел бы позвонить, дозвонился, потому что, поверьте, очень много людей, я думаю, вы сами это знаете, что вас в этом убеждать, которые просто сидят дома, им некому сказать «Здравствуй», «Спасибо», «Люблю», «Помоги» и «Подскажи». Спасибо вам за это, и мой подарок для вас поздно. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Hочу пожелать плодотворной совместной работы на благо наших потребителей. Дни юбилея и в дальнейшем, чтобы ваша программа развивалась, множилась. Естественно, не забывало нас, экспансионщиков, а мы всегда рядом с вами, и мы всегда готовы вам помочь в вашем нелегком пруде. Нашему древничному! Ура! 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 Субтитры делал DimaTorzok Создавание! Мне кажется, что акция «Дети нашего времени» самая гуманная акция вообще сейчас на российском телевидении. Я думаю, что ни Игорь, ни я, они не скажем больше и лучше, чем Галя Сазанчук, ее бессменный руководитель. Галенька, пожалуйста. Вот мы вчера пытались подсчитать, скольким детским учреждениям мы помогли за это время, за эти почти уже 5 лет. Существование акции получилось, вы только вдумайтесь в эту цифру, 187 приютов, детских домов, домов ребенка, интернатов. За это время мы развезли 350 тонн гуманитарной помощи. И, конечно, все это было бы невозможно, если бы не зрители программы «Времечко». Поэтому сегодня хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал в ней участие, начиная от бабушек, которые, откладывая какие-то копеечки со своей пенсии, вязали носочки, там покупали шерсти, заканчивая меценатами, которые, конечно, оказывали огромную помощь. Ну и спасибо за то, что вы помните, что рядом с вами дети обездоленные, которые нуждаются у вас. И хочу очень пригласить на сцену Галя, основателя и главного врача Ассоциации Медиа, Томаза Шалыча Мчедлидзе. Пожалуйста. Толя звонит мне и говорит, Томаз, у нас есть проект «Дети нашего Времечка». Чем ты можешь помочь? Я говорю, конечно же, зубами. Зубами мы занимаемся в том числе, и чтобы у детишек были нормальные, хорошие зубы, и чтобы они могли улыбаться. Наш коллектив решил сделать такой грант. Вот это детям, чтобы у них зубы были прекрасные. Это вот им. Спасибо. Еще люди, с которыми программа «Времечко» сотрудничает, и ты тоже без их участия не смогла бы выходить в эфир. Я говорю о корпорации «Инком» «Недвижимость», которая нам помогает очень сильно, и мы им помогаем. И я предоставляю слово президенту этой корпорации, Сергею Александровичу Козловскому. Я просто очень люблю вашу программу, и поэтому хочу ее поздравить и сказать, что время летит очень быстро, но популярность «Времечко» растет гораздо быстрее. Поэтому я хочу вам подарить этот глобус. Спасибо большое. На котором вы сможете отмечать вашей фирменной точкой все те города и страны, которых люди любят и с нетерпением ждут выхода программы «Времечко». Надеюсь, что через 10 лет на нем не останется ни одного сантиметра без вашей «Времечковской» отметочки. Спасибо большое. Этот глобус станет красным просто. Да, да. А еще у нас есть для вас тоже диплом. Это вот от программы «Времечко» о том, что… Проверено «Времечком» как «Недвижимость». И еще вот, пожалуйста, это вот, чтобы вы писали потом, чтобы «Недвижимость» у нас тоже была. Вы запишите, вот нам «Недвижимость» какая-то переводите. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Самое прекрасное время. Спасибо. Спасибо. Раньше искусство требовало жертв. Теперь спонсоров. «Времечко», 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 «Времечко». А я хочу сказать, что у нашего «Времечко» очень много детей. Вы не поймите меня неправильно. Дело в том, что в тот год, когда появилось… Я почему? Детей своих хватает. И своих хватает, и чужих. Хотя, которые тоже становятся своими. Просто 10 лет назад, в тот день, когда появилась наша программа, появились на свет и малыши, за жизнью которых мы следим все эти годы. И поздравляем, конечно, сегодня всех ровесников нашего «Времечка». Ну а сейчас, насколько я знаю, наш пришла поздравить ровесница, почти ровесница нашего «Времечка». Песня от Шуры Шерлинг. Прозрачным зимним утром, прильнув к окну губами, Тебя я увидала за белыми снегами, Как тень ушедшей ночи, невидима за снегом, Последний раз явилась в тысячелетии этом. Все чаще в нашем мире глухом и онемевшим К любви взываем тщетно, холодный мкле кромешный. Никто нас не услышит, никто не обоскает, И только этот вечер заря нас обжигает. Глухо, немая любовь стучалась в окнах, Глухо, немая любовь стучалась в двери, Где в этом мире немом душе согреться. Глухо, немая любовь стучалась в сердце. А тень скользила рядом, я очищала кожи, И страх, и нежность взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, И снова тень я вижу, тень, как дитя рыдает. Глухо, немая любовь стучалась в окнах, Глухо, немая любовь стучалась в двери, Где в этом мире немом душе согреться. Глухо, немая любовь стучалась в окнах, Глухо, немая любовь стучалась в двери, Где в этом мире немом душе согреться. Глухо, немая любовь стучалась в сердце. Спасибо. С юбилеем. Поздравляю программу «Времечка» с 10-летним юбилеем. Желаю всегда оставаться остроумными и добрыми. Эх, как «Времечка» долетит быстро. 10 лет. С одной стороны, это очень мало. 10 лет. Ну что, ребенок ходит в 3-й класс, наверное, да? В 10-летнем возрасте. А с другой стороны, вы за это время столько сделали, Столько людей, и не по одному кругу, Появилось перед, как бы, нами, Я как сейчас зритель уже даже говорю. И так интересно раскрылось, с такой интересной стороны, Что я вас поздравляю, вы делаете очень хорошее дело, Очень доброе дело. Не болейте, мои дорогие, с юбилеем. Дорогое «Времечка», с 10-летием тебя, с юбилеем. Замечательная передача, умная, остроумная, Помогающая нашим дедушкам, нашим бабушкам, нашим девушкам, Помогающая нашему обществу. Памятник нашему времени. «Времечка». Я, как спортсмен, хотел пожелать, конечно, вам, в первую очередь, удачи. Почему? Потому что еще великий Бонапарт сказал, Что удача – это как женщина. Если сегодня ее вы упустите, То завтра навряд ли она вернется к вам. Поэтому держите удачу и с праздником. Какой-то умный теоретик телевидения сказал, Что самое короткое время на пути от события к зрителю у телевидения. Так вот, с самой демократичной передовой программе «Времечка», Которая успевает пройти этот короткий путь от события к зрителю, И я хочу пожелать успеха, удачи и минимум уныния. В телевидении прошлого века Мало кто посмеет соперничать в понимании человека С нашим славным, нелегким «Времечком». Я хочу сказать, что лично для меня неким эталоном служения телевидению Эталоном правды в телевидении является человек, Который тоже сегодня пришел на нашу программу. Я говорю о Сергее Петровиче Капице. Сергей Петрович, если можно, пройдите, пожалуйста, сюда. Я хотел начать с своего обычного приветствия. Добрый день. По-моему, вы сделали нечто очень существенное. Вы сделали, как вы правильно сказали, народное телевидение. Более того, мне даже казалось, что, может быть, нам надо было бы поменять название. Мне взять себе «Времечко» или «Время», а вам дать, очевидно, невероятное. Вы гораздо ближе к этому. И последнее, что я хочу сказать, что вы так же смелы, когда вы называете ваше телевидение народным. Потому что по всей строгости значит все остальное телевидение антинародным. Это очень серьезное и очень сложное заявление. Я не знаю даже, насколько у меня хватило смелости его сегодня сделать. Но оно заставляет о многом подумать. И, по-моему, это главная цель вашей программы. Спасибо еще раз. Спасибо, Сергей Петрович. Спасибо вам, что вы пришли. Аплодисментами провожаем вас. Сегодня мы получили столько поздравлений, что далеко не самый даже очень известный человек может похвастаться таким вниманием к себе. Так что сегодня вы не увидите, как самые теплые слова в адрес программы произносят давние друзья авторского телевидения Александр Акопов и журналист Сергей Грызунов. Мы ограничены в эфирном времени, поэтому, к сожалению, вы не услышите таких знакомых голосов любимых дикторов центрального телевидения Азии Лихитченко и Владимира Ткаченко. Зато узнаете, что о нас думает молодое поколение ведущих в лице Екатерины Андреевой. Екатерина, а что на вас... Вот вы иногда, наверное, смотрите нашу программу хотя бы как коллега. Что не хватает ей, на ваш взгляд? Вы знаете, мне кажется, что у вас вопрос, кстати, встречный. А почему вы сидите уже так давно в эфире, а девушки у вас все время меняются? Это благодаря Валентину Юдашкину здесь один. Потому что сегодня девушки менялись, потому что все они в платьях от Валентины Юдашкина. Спасибо вам большое, что нам их дал. И чтобы показать как можно больше платьев, не мне же одевать платья от Юдашкина. В таком случае вам всего хватает. Я думала, у вас с мужчинами какая-то есть напряженка. Катя, оставайтесь пока здесь. Я очень хочу сказать, что вот Екатерина Андреева, молодая ведущая Первого канала теперь. Посмотрите, сколько людей дало телевидению «Времечко». Это и Ольга Журавлева, и Ольга Грозная, которые ведут сегодня на канале ТВЦ канал «Дата». Это Константин Цивилев и Алексей Ибаженко, которые работают на радио «Серебряный дождь». Они ведут программу «Лежебоки». Это Игорь Викторович Воеводин, который тоже работает на канале ТВ-центр. Это Юлиана Шахова, Татьяна Цыпляева, которая работает на канале ТВ-центр, ведущий новостей. Ну и Андрей Маркович Максимов, который хотя и работает в ТВ, но уже не в программе «Времечко», а в своей программе «Ночной полет». Настало время нам завершать это мероприятие. Сейчас мы пойдем выпивать, прямо вам скажу. Но я предлагаю, прежде чем выпивать, посмотреть на это слово. Смотрите, как символично, да? Ведущая программа «Время», ведущая программа «Времечко». Что-то о том, что все-таки как-то все смешалось. Может быть, когда-то время займет место «Времечко», «Времечко» займет место «Временно». Все может быть в этой жизни. Была написана песня 9 лет назад композитором Андреем Батурином и поэтом Симоном Асяшвили, которая как-то так прошла задним планом, и не получилось у нас сделать ее гимном нашей программы. Очень хочется это сделать. На свете не бывает мелких дел, Пусть время правит бал и судит строго. Есть «Времечко» у дел простых людей, Где и любовь, и радость, и тревога. Время, время, «Времечко» Ты властвуешь над всеми, То ласточками балуешь, То кружишь вороньем. И все ж пускай мы общие Сегодня делим время, А времечко, а времечко У каждого свое. И времечко, твой маленький мирок, Где можешь ты все сделать, как желаешь, Во времечко своем ты царь и бог, И жаль, чтоб я об этом забываешь. Время, время, «Времечко» Ты властвуешь над всеми, То ласточками балуешь, То кружишь вороньем. И все ж пускай мы общие Сегодня делим время, А времечко, а времечко У каждого свое. Ну, посмотри, какой сегодня день, В окно стучится он, Святой и грешный, И можно сделать столько важных дел, Любовь найти, потом купить, Прибить в створечник. Время, время, «Времечко» Ты властвуешь над всеми, Кто ласточками балуешь, Кто кружишь вороньем. И все ж пускай мы общие Сегодня делим время, А времечко, а времечко У каждого свое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok